В январе текущего года уровень инфляции в области составил 0,5%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,1%. Начались подготовительные работы к весеннему паводку. На проведение противопаводковых мероприятий в текущем году выделено 155 миллионов цинге. Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» проводят в эти дни полицейские области. ОПМ продлится до 5 февраля. Сегодня в Управлении миграции поделились первыми результатами. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт». В студии работает Ирина Черней. Костак сообщает, что штормовое предупреждение объявлено в 8 областях Казахстана на 4 февраля, сообщает пресс-служба РГП Казгидромет. В частности, 4 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актюбе ночью 4 февраля ожидается гололед, сообщает пресс-служба. Синоптики оценили вероятность шторма 85-90%. В январе текущего года уровень инфляции в области составил 0,5%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,1%. Непродовольственные товары и платные услуги населению подорожали на 0,1%. Казалось бы, поход в магазин – привычное и обыденное дело. Но каждый раз именно этот ритуал оставляет у горожан неприятный осадок и бьет по карману. Цены растут, как на дрожжах, сетуют актюбинцы. В управлении статистики цен ежемесячно отчитываются о повышении. Только за январь продовольственные товары в среднем стали дороже на 1,1%. В целом эксперты фиксируют повышение на все продукты ежедневного употребления. В прошедшем месяце в среднем по области повышение цен зафиксировано на муку пшеничного высшего сорта на 1,4%. На гречневую крупу 2,6%. На батон нарезной 2,3%. На макароны изделия 1%. На говядь 0,3%. На коней 0,4%. На баране 0,7%. На изделия из мяса 0,9%. На кисломолочные продукты 0,2%. На яйца на 5% идет рост. На масло подсолнечное 3,3%. Что касается овощей, то ежегодное повышение в зимний сезон на огурцы и помидоры уже никого не удивляет. Хотя цена на первые в этом году выросла на 19,6%. Подорожали и корнеплоды. В супермаркетах килограмм картофеля обойдется как минимум в 150 тенге. Свекла в 120 тенге. Стоимость моркови варьируется от 120 до 150 за кило. Актюбинцы говорят, что уже не стараются запоминать цены. Меняются они все равно крайне часто. Ужасные, господи, прости. Не подешевело после нового года? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Все поднимается, поднимается, поднимается. А что именно не устраивает? Ну, что, картошка очень дорогая. Единственный продукт. Да все, господи. Уже сейчас о нем помнишь. Особенно пенсионеру, у которого маленькая пенсия. Вот это вообще. Сколько примерно денег тратите? Большую половину пенсии, допустим? Больше. Больше. Ну, желательно, чтобы пониже было. А что мы сделаем, если деньги обесцениваются? Поэтому цены поднимаются. Постоянно, да? После нового года не заметили, чтобы снизились? Нет. Например, на молочную продукцию цены повысились. Ну, акции только на фрукты в основном. Ну, есть коммунальный картофель. Какой-то выбор есть, но мы уже привыкли. А я беру всегда оценку. Так что не смотрю на высокие. Ну, потому что все дорого, да? Да. Не хватает пенсии? Конечно. Все подорожало. Пенсия маленькая, согласитесь. Квартплата большая. Прожиточный минимум совсем маленький. 42 500 – это вообще не деньги. Сейчас сходить в магазин, 5 тысяч – ничего не купить. А зарплата маленькая, никто ни о чем не думает. Правительство тоже не думает. У нас низкий уровень жизни. Честное слово. Мы, честно говоря, мы как нищие. У нас пенсионеры только свою пенсию, честно говоря, квартплату платят. Лекарства себе покупают. Но есть и хорошие новости. Все специалисты по статистике отмечают и снижение цен. Таких товаров в списке, конечно, намного меньше, но они все же есть. За январь цена на соленую деликатесную рыбу упала на 2,1%. Рис подешевел на 0,8%, а сахар на 0,4%. Кристина Ведь, Сергей Калашников, программа «Факт». Накануне на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин дал ряд конкретных поручений Акимам областей по обеспечению продовольственной безопасности, в том числе контролировать деятельность региональных стабилизационных фондов. В октябинском стаб-фонде сегодня рассказали, будет ли возможное подорожание товара в ближайшее время и как сейчас идет реализация продуктов питания в розничных точках продаж. Картофель, лук, капуста, рис и мука. Сейчас на складах стаб-фонда остались запасы этих продуктов питания. Остальное уже отпущено в розничные точки продаж. Овощи сюда поставляют с трех крупных местных предприятий, с которыми стабилизационный фонд сотрудничал в прошлом году. Со второй половины декабря мы начали отпускать продукцию в нашей торговой сети «Ануардина», которую вы знаете. В них тоже идет реализация. В принципе, в целом цены на порядок ниже рыночных. Допустим, если оптовые цены на картофель составляют свыше 100-110 тенге за килограмм, то состав фонда с регионального отпускается по 80 тенге. То есть жители города приобретают их по 80 тенге. Менеджер отметил, что цены на товары из стаб-фонда повышаться пока не будут. Овощи и крупы будут продаваться по прежней стоимости. То есть картофель, как и прежде, в среднем будет стоить по 80 тенге за килограмм, лук по 70 тенге, капуста по 75 тенге и рис по 230 тенге за килограмм. На текущий год на формирование регионального стабилизационного фонда было заложено порядка 2000 тонн картофеля и 800 тонн овощей. На сегодняшний день остаток картофеля составляет порядка 1000 тонн и 250 тонн лука, капусты порядка 80 тонн. Еще один немаловажный момент – это качество продукции. Часто люди покупают овощи и жалуются продавцу, например, на гнилой картофель. В управлении рынками это объяснили тем, что розничные сети не всегда соблюдают температурный режим для хранения товара. Есть и вторая сторона медали, когда продавцы магазинов и супермаркетов, наоборот, смещают этот неприятный момент на халатность поставщика. Отсюда можно сделать вывод, что компании стабилизационного фонда и администрации точек продаж стоит серьезно обратить внимание на качество и условия содержания продуктов питания, чтобы оправдывать их стоимость. Внезапное потепление и утренние заморозки превращают городские дороги и тротуары в травмоопасную зону. О том, как жители города предостерегают себя от падений и ушибов, гололед и о зимнем содержании дорог расскажем в следующем сюжете. Для чистки дорог и тротуаров от снега в нашем городе ежегодно выделяется достаточно спецтехники и финансовых средств. Но зимнее содержание дорог оставляет желать лучшего. Наледь, оставшаяся после обильного таяния снега, становится причиной травм пешеходов. Нередко на больничной койке из-за непосыпанных песком дорожек еженедельно оказывается много людей. Ну, утром надо было, надо бы, конечно. Но так они нормально работают. Вы вообще видите, что бы сейчас песком посыпали? Честно, не вижу. Не видел. Конечно, каким-нибудь средством надо посыпать. Или солью, или песком, естественно. Тротуары убирают. В горле тоже убирают. Вчера, например, видел, в воде даже снег. Всё нормально убирают. Берзи не надо. Тротуары сейчас очень опасны стали, особенно для нас пожилых. Гололёд еле-еле передвигаются маленькими шажками и не посыпают ничем. Пешеходам, автомобилистам приходится просчитывать каждый шаг и запасаться терпением. В свою очередь, никто из запрошенных нами граждан не замечал, чтобы улицы этой зимой посыпали песком. В городском управлении ЖКХ об этой ситуации рассказали следующие. На сегодняшний день по зимнему содержанию автомобильных дорог задействованы 7 подрядных организаций. На территории ведутся работы по уборке при бордюрке 15 бригад. На сегодняшний день на снежный полигон вывезен снег 126 тысяч кубометров снега. Это у нас два снежных полигона, расположенные по Ахжарской трассе и в районе полигона ТБО. По борьбе противоголодными материалами у нас заготовлены тысячи тонн чистой соли, полторы тысячи песко-соляной смеси. Тамирий Жумабаева, Алексей Уразов, Сергей Калашников. Программа «Факт». Начались подготовительные работы к весеннему паводку. На проведение противопаводковых мероприятий в текущем году выделено 155 миллионов тенге. Планируется задействовать 100 осенизаторов и более 20 единиц спецтехники. Также заготовлены 4000 тонн инертных материалов. Ежедневно на боевое дежурство заступает 63 сотрудника органов гражданской защиты и 18 машин высокой проходимости. Одной из главных работ в этом направлении является ежедневный вывоз снега с территории города. На это по городу задействованы 7 подрядных организаций. Это более 160 специальной техники. На сегодняшний день с территории города вывезено 120 тысяч кубических метров снега на специально отведенные полигоны, которые находятся ниже уровня жилого сектора, расположены в районе мусорного полигона и в жилом массиве Ахжар-2. Местными исполнительными органами запланировано к концу месяца приступить к очистке ледневых и водопропускных каналов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» проводят в эти дни полицейские области. Цель – проверить, насколько иностранные граждане и местные работодатели соблюдают миграционное законодательство страны. ОПМ продлится до 5 февраля. Сегодня в Управлении миграции поделились первыми результатами. По итогам двух дней республиканского УПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности всего 39. В той части 30 иностранцев и 9 граждан Республики Казахстан. Выдверено за пределы Республики Казахстан 10 иностранцев. Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов заявил, что иммунитет коронавирусу после вакцинации спутником ВИ может сохраняться как минимум два года. Передает Angry News KZ. Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов «Лансет» сообщил, что эффективность вакцины спутник ВИ против заражения коронавирусом составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после спутника может сохраняться как минимум два года, сообщил Киясов. По его словам, вакцины эффективны и против новых штаммов коронавируса британского и южноафриканского. Также разработчики вакцины подчеркивают, что спутник ВИ на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19, добавил главный санврач Казахстана. Ранее научный журнал «Лансет» опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины спутник ВИ. А сейчас смотрите новости республики. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает TNG News с ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Накануне в республике было зафиксировано 1161 случаев заражений за сутки. Всего в стране подтверждено 190 359 случаев, из них в Актюбинской области 3963. Также за минувшие сутки еще 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 излечились 171 099 человек. Выросло число умерших от коронавируса казахстанцев. За сутки от коронавируса скончались 6 пациентов, а от COVID-19 один передает TNG News со ссылкой на Минздрав. Сообщается, что в общей сложности жертвами коронавируса в Казахстане стали 2565 человек, а пневмонии 571. Также обновлена статистика по заболевшим коронавирусной пневмонией. За сутки в стране выявили 107 новых случаев. Всего 48 тысяч 5 человек выздоровели 201. 96 человек заразились коронавирусом в доме престарелых и инвалидов поселка Шахан в Карагандинской области. Такие данные озвучили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, передает TNG News. Из них 70 подопечные и 26 сотрудники данного учреждения. Все больные госпитализированы, контактные, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Пациентов в тяжелом состоянии нет, сообщили в пресс-службе ведомства. Главный государственный санитарный врач города Шахтинская принял решение ужесточить карантин в данном населенном пункте 6 февраля. Костак передает число областей красной зоны по эпидемиологической ситуации. Сократилось до трех в Казахстане. В красной зоне остались Павлодарская, Акмолинская и Североказахстанской области. В желтой зоне находится Нур-Султан, а также Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Кастанайская области. Алматы и все остальные области находятся в зеленой зоне. Казахстан сам находится в желтой зоне. Депутат Мажелиса Лариса Павловиц заявила о нехватке вакцины от коронавируса в регионах. Она также отметила, что многие казахстанцы не знают о наличии вакцинации против коронавирусной инфекции, передает Тенгриньюс. Поступает различная информация, где отдельные лица высказывают сомнения в эффективности вакцины, вплоть до вбросов в социальных сетях и мобильных мессенджерах откровенных фейков. Вакцинация должна стать, по сути, приоритетным национальным проектом, иметь четко выстроенный алгоритм реализации, мощное медийное сопровождение, рациональную и эффективную логистику. Острой проблемой может стать нехватка препарата, особенно в регионах. Нам известны факты, подтверждающие это, заявила она. В депутатском запросе на имя министра здравоохранения Алексея Цоя Лариса Павловец отметила, что указанные проблемы в последнее время приобретают все более острый резонансный характер, поднимаются населением, и на них нужны подробные ответы. 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация населения против коронавируса. На первом этапе казахстанцы получают российскую вакцину «Спутник Вин». Председатель Комитета государственных доходов Марат Султангазеев ответил на критику главы антикоррупционной службы Алика Шпикбаева, который отнес КГД к числу тех госорганов, которые неактивно борются с коррупцией, передает «Тенгриньюз». Действительно, есть такая неприглядная статистика в отношении Комитета государственных доходов, признал Султангазеев на пресс-конференции в СЦК. По его словам, чтобы решить эту проблему, сейчас Комитет проводит автоматизацию всех существующих бизнес-процессов. Также он отметил мотивацию сотрудников на честный труд, премии, нематериальное поощрение, долгосрочный отпуск, командировки и учебные курсы. Эти меры постепенно влияют на снижение уровня коррупции. Если в 2018 году было 50 задержаний, то в 2019 – 34, и в 2020 – 25. Общая численность нашего Комитета – 11 700 человек, то есть из них 25 человек в прошлом году, добавил глава КГД. О новом для Казахстана способе мошенничества с помощью WhatsApp предупреждает пользователей сети. Злоумышленники высылают жертвам в мессенджере ссылки якобы на их собственные фото после перехода, по которой мошенники получают полный доступ к персональным и платежным данным, передает «Тенгриньюз». Как сообщили в службе реагирования на компьютерные инциденты, такой способ мошенничества возможен, так как отправленная злоумышленниками ссылка может содержать вредноносное программное обеспечение или ввести на фишинговый сайт. Также специалисты предупреждают о звонках от якобы менеджеров компаний сотовой связи. Они просят ввести на телефоне комбинацию цифр и знаков, которая позволяет злоумышленникам завладеть паролями для доступа к мобильному банкингу. Специалисты советуют не вводить никаких данных в ответ на сообщения или по просьбе незнакомых вам звонящих. После рекламы предлагаем вашему вниманию следующие сюжеты. Аким города Асхат Шахаров сегодня провел отчетную встречу с населением города. Она прошла в привычном режиме в городском доме культуры. Сертификат доверия сегодня в торжественной форме вручили Управлению магистральных газопроводов АКТУБАО «Интергаз Центральная Азия». 3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. В этот день людям предлагают отказаться от использования нецензурных слов и выражений. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо». В кинотеатре «Локомотив». Сіз бұлай әле адемалға немессіз. Земнисат мерамқынаса, армандар орналатын нағызы жымақ пақшаса. Мөндір бұлақ, экзотикалы көсімдіктермен, жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет асы едемін датыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақты. Банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кезесуілермен мерекеліп кештеру өткізіңіз. Земнисат мерамқынаса, күрі өсегі ретропарығы жағында. Сіз жайғана жарнама беріңіз келеме. Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз женгілесеттесе аласыз. Небары үш жарияланым пакеті. Үнемді, ұңғайлы, сұйымен, рейка медиа топының жарнама қызметімен ойыңызды қасыпыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Сізді байқасын десеніз, осы жерге орналасыңыз. Кезгелген түрлі түсті жолак бар болғаны елумын тенге. Сіздің әверикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын тиімді. Хабарласыңыз. Өйі қанып көшесі 35. Логомотив кинотеатра. Телефонымыз 220-200-200-222-300. 220-200-200-222-300. Акимгорода Асхад Шахаров. Сегодня провел отчетную встречу с населением города. Она прошла в привычном режиме в городском доме культуры с участием всех руководителей городских отделов, представителей общественности и СМИ. В минувшем году состоялась 21 отчетная встреча с населением, в том числе 14 в онлайн формате, в которых приняли участие более 3000 горожан. В течение года работа аппарата Акимгорода была направлена на решение задач с учетом поднятых проблем на данных отчетных встречах. Так, решен вопрос обеспечения питьевой водой жителей жилых массивов Акшат и Ульке. Проведены инженерные сети в Жанаконос-2. Проведен ремонт городских дорог на 97 улицах протяженностью 127 километров. В текущем году, заверил Асхад Шахаров, продолжится развитие сферы ЖКХ, автомобильных дорог, строительства и благоустройства города. В экономической сфере сохранен темп роста по основным социально-экономическим показателям. Объем производства промышленной продукции составил 550 миллиардов тенге с ростом на 102%. Инвестиции в основной капитал составили 236 миллиардов тенге. Темп роста по сравнению с 2019 годом составил 115,6%. В целом, в 2020 году было реализовано 30 инвестиционных проектов на общую сумму 27 миллиардов тенге. По мере освоения производства планируется создать более полутора тысяч рабочих мест. В 2021 году поставлена задача увеличить рост промышленной продукции на 2%. Достижение планируется за счет ввода в эксплуатацию более 25 промышленных объектов. Будут производиться стальные заготовки, мобильные буровые установки для нефтегазового сектора, химические реагенты, ветрогенераторы, керамогранит, керамическая плитка и другая продукция. Сохранилась положительная динамика и в сфере предпринимательства. Объем розничной торговли в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 660 миллиардов тенге. В Эк-Тубе зарегистрировано почти 49 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть из них действующие. В сфере МСП работает 115 тысяч человек, которые выпускают продукцию на 640 миллиардов тенге. Это составляет 81,9% общего объема по региону. В 2020 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» оказана поддержка предпринимателям на сумму 32,5 миллиарда тенге в виде субсидий и кредитов. По итогам 2020 года объем строительных работ составил 76 миллиардов тенге или 107,3%. За счет всех форм собственности введено в эксплуатацию 792 тысячи квадратных метров жилья, что составило 100,5%. Кроме этого, для многодетных семей за счет средств республиканского бюджета были приобретены 60 квартир. На сегодняшний день в очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда стоят 24 911 горожан. Гораздо больше среди горожан очередников на получение земельных участков – почти 145 тысяч человек. В 2021 году под индивидуальное жилищное строительство планируется выдача 4800 земельных участков. Планируется разработка и корректировка пяти проектов детальной планировки жилых массивов общей площадью 232 гектара. Подводя итоги минувшего года, глава городминистрации отметил, что у города имеется большой потенциал, налаживается эффективная обратная связь с населением, укрепляется социальное согласие. Далее необходимо активно работать для выполнения задач по укреплению экономики, борьбе с коррупцией и повышению эффективности местных органов власти. Ирина Гуц, Алексей Уразов, программа «Факт». Сертификат доверия сегодня в торжественной форме вручили Управлению магистральных газопроводов «Акту-Б» АО «Интергаз Центральная Азия». Претендовать на такой документ могут предприятия и организации, которые в течение года соблюдали трудовые права работников, обеспечивали безопасность их труда. Подобный сертификат доверия по состоянию на сегодняшний день были вручены 25 предприятиям. Данные сертификаты были удостоены предприятиям различных сфер экономики. Это и нефтегазовая, строительная, химическая, жилищно-коммунальная и малого бизнеса. Местный филиал АО «Интергаз Центральная Азия» является крупной компанией, где трудятся сотни человек. При проверке государственным инспекторам труда отклонений нарушений в работе выявлено не было. Со всеми работниками заключены трудовые договоры. Вовремя предоставляются и оплачиваются трудовые отпуска, и, что немаловажно, вовремя выплачивается зарплата. Несчастных случаев на производстве по итогам 2020-го не было. Произведена аттестация производственных объектов. Сертификат доверия выдается сроком на три года. Местным органам по инспекции труда в отношении работодателей, получивших данный документ, гарантируется ограничение на проведение плановых проверок по соблюдению требований трудового законодательства. 3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. В этот день людям предлагают отказаться от использования нецензурных слов и выражений. Как часто актюбинцы разбавляют свою речь крепким словцом и что грозит человеку, ругающимся матом в общественных местах, узнаете из следующего сюжета. День борьбы с ненормативной лексикой, пожалуй, один из самых необычных и странных праздников. Отметить его можно только одним способом, отказавшись от использования мата в этот день, что некоторым довольно сложно сделать. По неофициальной статистике, в среднем за всю жизнь человек употребляет бранные слова 230 тысяч раз. Что касается жителей нашего города, то их эта статистика не касается. А брошенные нами актюбинцы признаются, о существовании такого праздника они не знали. Да и некультурных выражений стараются избегать. Потеритесь в жизни? Честно скажу, бывает, но не часто. С каждым днем я стараюсь все меньше и меньше употреблять, так как в обществе я нахожусь не один. И поэтому, как меня воспитали родители, я соответствую тому, как они меня воспитали. Резко? Да. Ну, разные бывают случаи. Иногда достают. А знаете, что сегодня день борьбы с ненормативной лексикой? Что вы говорите? Ну, буду знать теперь. Как будете отвечать? Да, материться буду. Вы вообще материтесь в жизни? Да, бывает. Бывает? В каких случаях? Ну, когда нервничаешь. Ну, вообще, отказались бы от мата? Смогли бы? Надо бы, но не получится, наверное. В личной жизни как много, как часто? Если честно, я вообще не матерюсь, потому что считаю, что это некрасиво, это невоспитано. В принципе, это просто слова. Вместо этого можно использовать другие слова, вместо этих матов. Если ты очень зла, ты можешь употреблять обычные слова, например, ложка, собака, например. Я лично сама так делаю. В моем окружении все матерятся и считаю, что это нормально. Это просто слова, и не надо это воспринимать всерьез. Кстати, использование бранных слов в речи, особенно в общественных местах, приравнивается к мелкому хулиганству. А значит, любителям крепкого словца нужно быть аккуратней. Даже за безобидное, казалось бы, выражение своих эмоций ненормативной лексикой можно схлопотать вполне приличный штраф в размере 5 МРП или вообще лишиться свободы на 10 суток. Но это при условии, если данный факт будет подтвержден документально. Согласно к кодексу административного правонарушения, если вы в Казахстане, за мелкое хулиганство, то есть несудивный бран в общественных местах, а также на улицах присмотра, административный арест на 10 суток. К слову, только с начала текущего года за мелкое хулиганство. Полицейские привлекли к ответственности более тысячи актюбинцев. Так что теперь жизнь без мата не просто скрасит вашу речь, но еще и поможет сохранить бюджет от глупых и непредвиденных трат. Кристина Вец, Сергей Калашников, программа «Факт». А сейчас новости спорта. Футбольный клуб «Казылжар» потерпел разгромное поражение от грозненского Ахмата, выступающего в российской премьер-лиге, сообщает Вести Киезет. В рамках учебно-тренировочных сборов в Турции клуб КПЛ проиграл со счетом 1-5. Отметим, что в составе российского клуба сыграл защитник сборной Казахстана Марат Быстров, который вышел на поле в старте. Редактор субтитров А.Семкин